Слава Господу, братья и сестры! И третья нужда, которой мы будем молиться, это о благословении семей, чтобы они были сохранены, чтобы они, знаете, семьи были такие крепкие, чтобы в сознаниях было то, что если вступили в брак, то это значит на всю жизнь. И будем молиться о тех, кто сегодня отступил от Бога. Это не секрет того, что кто-то не, кого многих нету, кто-то вступал в завет с Богом, обещал Ему добрую совесть, проходит время, человека не становится. Есть неверующие, которые также не знают Бога. Но, знаете, я хотел бы прочитать одно место в Священном Писании. Это с Первого Послания Корницина, с 13 главы. То, что сохраняет семью и то, что благословляет семью, это тогда, когда в семье есть любовь. Любовь, она больше лежит в чувствах. Я, конечно, не буду так широко вообще о любви, если говорить, то это очень большая тема. Но все же думаю о том, что хранить семьи и благословение в семьях, это бывает там, где есть любовь. Недаром Господь обращался к ангелу церкви Ефесской и говорил, что имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Ты оставил любовь. Вы знаете, вот есть любовь, это все добрые чувства, которые мы имеем и можем их высказать к нашим близким, тем людям, которые окружают. Есть противное Богу качество человека, когда человек самолюб. Вот он любит только себя, себя люб. Все, сделает только, чтобы мне, для меня, мне было хорошо, мне было удобно, чтобы мне было прекрасно. И вот если только думает о себе, это знаете, это вот в конце концов оно приходит к краху, к разрушению дома, к разрушению семьи. Почему? Потому что семья никогда не созиждется на самолюбии, мне и для меня. Вот. А ты никогда не будешь крепкая, дружная семья. Семья зиждется на любви, на любви друг к другу. Я вот прочитаю некоторые качества. Знаете, когда я был молодой еще, когда начал читать Библию еще в юности, и вот эти слова у меня были непонятны. Вот я почему-то по молодости не мог уразуметь. Ну почему так апостол Павел пишет, говорит, что я буду говорить языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я как медь звенящая. И если имею даже дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру. Думаю, ну хотя бы не всякое познание и всю веру. Хочешь немножко бы веры иметь. Да-да, вот думалось так. Думаю, ну хотя бы вот какие-то Бог бы что-то показал, или какую-то тайну открыл. Вот так оно хотелось. Апостол Павел говорит, слушай, если даже это все будешь иметь, и даже горы переставлять, а любви не будешь иметь, то ничто. Все это становится абсолютно ничем. Если я раздам, говорит, даже имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И когда-то я так думал и мало понимал, думал, ну почему же так? Думаю, ну как это так? Даже человек готов умереть за Христа, а это любви нету. Нет пользы. Готов раздать все имение свое, вот все приобретение, то, что мы годами копим, а потом раз и берет, отдает все. Он говорит, любви нету, нет пользы. Вы знаете, и на земле все созидает любовь. Я вот пришел к выводу, вот Иоанна недаром называют апостолом любви. Заметьте, как много он пишет о любви, о любви в своих посланиях. И говорит о том, что Бог есть любовь. И эти такие, как бы, слова, как бы гвоздем забиваются в наше сердце. Да ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного. Вот так Он возлюбил мир, что, говорит, не пожалел Сына Своего. Значит, Бог, говорит, показывает, насколько Он сильно полюбил человека. И тут вот перечисляется, я думаю, Духом Святым было угодно, чтобы как-то шире раскрыть слово любовь, чтобы людям было больше понятно это слово. И Духом Святым через апостола Павла в этой 13 главе первого послания Коринфянам прописано, вот какие качества этих любви, какие этих чувствах лежит. Я коротенько прочитаю здесь несколько, знаете, вот здесь тут восемь вещей, что не делает любовь. И семь, то, что делает любовь. Говорит, любовь она долго терпит, милосердствует, говорит, любовь она не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется ни правде, а радуется истине, она все покрывает всему, верит всему, надеется и все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки молкнут, и знания упразднятся. Вы представляете, даже, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. То есть говорит о том, что любовь вечна. И потом, конечно, с начала 14 главы он говорит о том, что мы это в первой нужде выразили, и что говорит, достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных. Апостол Павел глубоко понимал, что значит, если есть любовь в сердцах. Любовь, которая способна любить, способна терпеть. Вот, вы знаете, без любви долго не потерпит человек. Любовь – это, вот это, когда есть терпение, есть вот это снисхождение, она не превозносится, она не гордится. Вы знаете, вот эти качества, составляющие любви, если они пребывают на нас, людях, вы знаете, у нас будет мир в домах, благословение в семьях. Знаете, теща будет любить зятя своего, невестка со свекровью будет мирно жить. Вот, если это есть любовь. Почему? Потому что любовь, она способна перенести, она все переносит. Где-то не так, где-то может быть, ведь мы сами понимаем, что не всегда нам в жизни все нравится. Нам в другой раз не нравится, как поступают наши дети. Нам не нравится бывает, и детям в другой раз, и взрослым детям, бывает не нравится, как поступают их, может, или говорят престарелые уже родители. Но вот в том-то и суть в любви, когда она есть, то она способна вот все переносить, она способна снисходить, она способна долго терпеть, не просто терпеть, а даже долго терпеть. Она потерпит многое. Это потерпит муж, жену потерпит, многое потерпит. Почему? Потому что любит. Жена мужа где-то будет снисходить и терпеть. Почему? Потому что любит. Вы знаете, благословение и сохранность семьи, она зиждется на любви. Если есть любовь в доме, то там будет благословение и устройство, там она будет сохранная семья. Почему? Потому что люди любят. Вы знаете, любовь в том, то есть суть ее, что она любит ни за что. Любовь ее не надо, любовь ее, как бы, в другой раз она, вот, что-то за что-то идет, говорит. Вот если, вот так он, да, я вот готова, вот, как бы, уступить, почему? Потому что, вот он то и то какие-то, вот, лучшее качество сделал, ну, или что-то сделал человек один другому, там, вот, может быть, там, подарок принесла, там, взять, теща подарила, теща, вот, вот, поэтому она его, вот, знаете, за подарок. Вот любовь она любит ни за что, вот она ни за что, вы знаете, и любовь, она только любовь, она созидает семью, и она держит в благословении семью. Почему? Потому что, вот это отношение семьи, отношение мужа, жены в доме, она здесь же на том, что, вот, представьте, в пример поставлен Иисус Христос, что он говорит, когда мы были грешниками, он нас еще прежде так полюбил сильно. Он нас так полюбил, значит, он пришел в этот мир, он умер за всех людей. Почему? Потому что нас вот полюбил, знаете, вот так и мы, мы люди, мы обязаны любить. И вот, говорит, зиждется любовь, и семья зиждется, вот, и состоится семья только на любви. А да поможет нам Господь, вот, как-то я бы хотел бы и думал бы, если бы мы чаще вот так открывали эту 13 главу, вот, так вот, и пролистывали вот эти все стишки, перечитывали. Что значит она милосердствует, что значит она не превозносится, вот, как это она не бесчинствует, как это любовь не ищет своего, вот, как она вот так не раздражается, даже не помыслит злого ничего против мужа или против жены. Вот представьте, любовь, она даже никакого зла не помыслит, она даже, вот, знаете, она все может перенести, вот, всему надеется. Ну, не так перенесла, потому что это любовь, она любит, это лежит в чувствах. Да поможет нам Господь, чтобы, вот, знаете, вот мы стремились к этому, достигали этого, пребывали в этом. Потому что другой раз мы думаем, да вот помолимся, чтобы Господь устроил. А если мы сами не созидаемся на любви, не созидаемся на этих качествах, на этих всех составных качествах любви, то очень трудно бывает и сохранить и благословение в семье, и сохранить мир, и сохранить устройство в доме. Да поможет нам Господь, и мы будем молиться. Знаете, если мы любим, мы любим Бога, и мы, то мы будем всегда и молиться, и о наших неверующих людях, родственниках, близких, об отступивших. Знаете, мы будем иметь чувство сострадания, потому что любовь, она милосердна, она сострадательна, она это, любовь, она всегда будет милосердна, она будет стараться, вот, с милостью являться к тем, кто упал. Она будет, если даже кто-то отступил, вот, чувство любви, это чувство сожаления, чувство такого, вот, знаете, от боли такой, за душу человеческую, что как жалко, вот, почему-то так поступил, вот, гляньте, услышал, что, может, кто-то отступил от Бога. Знаете, любовь, она повергнет нас на колени, она нас, знаете, вот, наполнится любовью, и тогда человек с искренним сердцем может помолиться за того ближнего в церкви. Может быть, нам когда-то этот человек, или тот же этот подростком был, может, что-то и не так сказал нам, и нам когда-то он не сильно, может, и нравился, почему он как-то вел себя неадекватно, а потом узнав, что он отпал, или ушел куда-то, ушел от Бога, или перестал посещать церковь. Знаете, а любовь, она милосердна, она, она, знаете, она нас, как я уже сказал, она нас склонит на колени, мы будем молиться. То и в этот час, давайте, братья и сестры, помолимся Господу, а когда уйдем домой, порассуждаем, насколько ли много в наших сердцах этой, той божественной любви, которую мы можем донести ее и отдать ее для своих ближних. Вы знаете, от нас многое зависит. Если в нашем сердце есть любовь, мы будем созидать, и мы будем сами созидаться в любви Божией. Помоги нам, Господь. Аминь. Будем молиться.